До окончания срока сдачи улицы Островского меньше недели. Рабочие торопятся, но пока эта спешка приносит только проблемы, считает мэр. Анатолий Пахомов остался недоволен тем, как подрядчик организовал ремонт. Вокруг много грязи и строительного мусора. Вы же деньги получаете. 22 миллиона рублей. 22 миллиона рублей вы берете за эту работу. Вы должны были делать это качественно и комфортно для людей. Правильно? Да, максимально старались. Так это что, максимально? Вы же посмотрите, вы везде понабросали грязи. Если бы вы работали аккуратно, чисто, как положено, то не было бы таких неудобств. Вы же полностью всю улицу просто-напросто уничтожили. Четкое требование. 1 июля я сюда прихожу, мы открываем дорогу. Она идеальна, красива. Но пока до идеала далеко. Улицу Островского длиной чуть более километра ремонтирует Дагомысское ДРСУ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Более 20 миллионов из федерального бюджета выделили на замену тротуарной плитки и асфальта. Кстати, в разгар туристического сезона ремонт начали вынужденно. Деньги выделили только в начале года. Потом шли конкурсные процедуры и только после на улицу зашла техника. В следующем году ремонтировать дороги, которые попали в нацпроект, будут уже зимой. У нас есть месяц на это работы. Здесь около 5000 квадратных метров плитки при условии заставленности автомобилями и около 10 тысяч метров покрытия асфальтобетонного. Если делать исключительно маленькими кусочками, за месяц технологически это невозможно сделать. При таких условиях нам необходимо освобождать полностью от автомобилей и полностью закрывать улицу и делать ее. Закрыли, да не полностью. Частных машин, которые мешают ремонту, на Островского много. А вот спецтехника, судя по переполненным мусорным бакам, здесь гость нежеланный. Есть понятие, организация строительства. Послушай меня внимательно. Вот там вы перекрыли, стоит дорожник. Но спецтранспорт он обязан пропускать. Пропускает, он и был в 8 утра. Спецавтохозяйство говорит, что не пропускаете. Это первое. Второе, почему другого транспорта так полно? Решить нужно и вопрос с кафе и магазинами. Подвозить товары нужно только ночью, ставит задачу Пахомов. Подрядчик, в свою очередь, обещает. Ремонт закончат точно в срок. Уже сейчас, с утра до вечера, на объекте трудится 50 человек и 30 единиц спецтехники. А вот на улице Конституции дорогу уже отремонтировали по той же федеральной программе – безопасные и качественные дороги. Теперь это 4 километра гладкого асфальта, без просадки и выбоин, которые раньше тормозили движение на оживленной улице. Кстати, нацпроект рассчитан на 6 лет. Теперь каждый год Сочи будет получать по 830 миллионов. В этом году запланирован ремонт 63 улиц – это более 80 километров безопасных и качественных дорог. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.